Здравствуйте! Приветствую всех на канале Венецкопедия Куресарам. Меня зовут Ким Герман Николаевич. Я доктор исторических наук, профессор, директор Института Азиатских Исследований, казну имени Альфа-Раби. Сегодня я хотел бы представить серию книг. Это сборники архивных документов под общим названием «История корейцев Казахстана». Сборников вышло три. Первый том был подарочным. Он готовился к 60-летнему юбилею. Мы тогда отмечали юбилей переселения корейцев в Казахстан, точнее 60-летие проживания корейцев в Казахстане. Был зарожден в сотрудничестве Алмалатинского центра посвящения. Директором этого центра был господин Симеон Ксоп. Он проявил вообще большой интерес к истории корейцев Казахстана и внес большой вклад. И в этот проект, и еще и в другие проекты тоже. Объездил весь Казахстан. Большой друг был корейской диаспоры казахстанской, ассоциация корейцев Казахстана, которая на тот момент, больше пяти лет находилась в этом здании, в центре посвящения. И корейский театр тоже временно нашел приют в этом центре посвящения. Это было большое здание со своим большим актовым залом, который стал театром временно для нашего коллектива, корейского театра. Так вот, сотрудничество это было Алматинского центра посвящения и ассоциация корейцев Казахстана при Институте Востоковедения Академии наук Республики Казахстан. Соответственно, было два руководителя и, значится, два составителя этих сборников, трех томов, господин Шемин Соб и Герман Ким, на тот момент кандидат наук и старший научный сотрудник Института Востоковедения. Да нет, точнее, с 1996 года я был переведен в должность заведующего отделом корейеведения Института Востоковедения Республики Казахстан. Так вот, над проектом работали Дмитрий Ольбоныч, Мэн, он на тот момент являлся кандидатом философских наук. Джан Лун Чан, он был докторантом, а по тем временам он был, получается, соискателем кандидатской диссертации и также преподавал корейский язык вот на кафедре корееведения. И было три магистранта, которые обучались на разных факультетах и институтах системы Академии Наук Республики Казахстан. Это Ли Йон Сок Шин Гэм Бом. И еще один был соискатель, тоже аспирант Пек Те Гён. Но он продолжительное время работал, преподавал корейский язык. Все они приехали волонтерами по линии Койка. Тогда Казахстан еще входил в группу государств, которые получали ODA, то есть Official Development Assistance. И, соответственно, по линии Койка посылались волонтеры, и, по-моему, из страны СНГ на тот момент Казахстан, наверное, был на втором месте после России по количеству посланных Южной Кореей волонтеров. И среди них большинство стали преподавателями корейского языка, но были также преподаватели, которые обучали АЗАМ от IT, компьютерных технологий, компьютерных программ, а также хореографы, музыковеды, преподававшие танцы и музыку, игрух, скажем, на Кайгэме в центре посвящения, и инструкторы Тэквондон. На пике было у нас в Казахстане, ну, в случае 30 человек одновременно волонтеров Койка. Так вот, в три тома я посмотрел, что общее количество самих документов, а документы, они здесь разных годов и разного объема, это 600 документов, так, и начинаются они с преддепортационного периода, скажем, в 20-х годов, это документы, добытые мной в Хабаровском партийном архиве, то есть о жизни корейцев на Дальнем Востоке в 20-е годы, и партизанское, там есть немного движения, национально-освободительное движение. Большой блок занимает документов депортации, причем вот здесь документы из 9 областных архивов, которых отработали. Дмитрий Ульянович предоставил очень много документов, обнаруженных им в республиканском партийном архиве, теперь называется архив первого президента, или тогда еще архив Испата, называется Испата, ЧИД, куда, в общем-то, доступ был довольно-таки ограниченным, и разрешение получали, прежде всего, члены КПСС. Так вот, Дмитрий Ульянович у нас был членом КПСС и имел допуск к этим документам. Есть некоторые документы новые, поскольку они не попали в Центральный государственный архив Республики Казахстан. Ну, на тот момент, когда документы откладывались, это был Центральный государственный архив Казахской ССР. Значит, в чем заключается особенность, потому что этих сборников документов, поскольку различных однотомных сборников или двухтомных сборников материалов по истории корейцев Советского Союза, их, наверное, уже с десяток точно, а может быть, и больше десятка наберется. Особенность его заключается в том, вот если посмотреть, он был рассчитан на русскоязычных исследователей, и южнокорейских профессоров, которого русского языка не знает. Но к этому времени как раз-таки начинается бум интереса Южной Кореи к кореосарам, и многие южнокорейские профессора, получив гранты на какие-то проекты, начинают исследовать. Но вот как раз-таки для исследователей очень важно, конечно, чтобы были документы, были источники. Так вот, значит, здесь вот и предисловие тоже на корейском языке. Вот оглавление этих, ну, начинается список сокращений используемых в сборнике. Это тоже пояснение дается сокращение. Они используются в большом количестве в архивных документах. Расшифровка на русском языке, потому что молодые исследователи уже и не знают некоторых аббревиатур. И затем пояснение на корейском языке, что означает эта аббревиатура. А далее вот следует такое вот оглавление документов. Оглавление дается тоже, все документы пронумерованы. И оглавление дается на корейском языке. Ну, и каждый документ, каждый документ, он имеет, так сказать, каждый документ имеет краткую аннотацию о содержании этого документа. Перед каждым документом, вот, иногда они чуть больше, потому что аннотации к этим документам составляли мы и Дмитрием Вальбонычем, а переводили уже на корейский язык вот магистранты и преподаватели корейского языка, знающие русский язык. И он сразу попадает сюда. Продолжение следует...